Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка вот такой большой посылочки от любимого Василька. Итак, давайте начинать. Здесь много всего интересного. Вместе с вами сейчас скроем. Последний раз мне посылка приходила в мешке. Сейчас вот в таком вот пакетике большом. Текс. Скрываем, как бы ничего нам не порезать. Опачки, опачки. Ну, все хорошо упаковано. Как всегда, там внутри еще один мешок. Вот, еще один большой мешочек. А эту упаковку мы с вами уже снимаем. Ну, и давайте по порядку. Первое, что вижу, это плед. Это покрывало, накладная выпала. Вот такое вот красивое покрывало. Брала либо малышу в коляску, либо на кроватку накрывать. Мне очень понравилась расцветка. Нежненькая такая, подо все подходит. Бежевая. Вечерка покрывала велюр. Плюш-велюр. Размер 100 на 130. 350 рублей. Все счастье стоит. Где тут была этикеточка? Вот, вот она. Сейчас распакуем, посмотрим. Нелегко распаковать. Так, вот как оно выглядит. Такое нежненькое, мягенькое. Вообще супер, смотрите. Вот такой вот размер. Даже не помещаемся. Помещаемся, поместились. Очень приятное. Это у нас с вами лицевая сторона. И есть изнанка. Изнанка вот так выглядит. Ну, прошито, обработано все хорошо. Мягенький, нежненький такой пледик. Красивый, классный. Так, поехали дальше. Дальше у меня два полотенца. А полотенца Туркменистан. Безумно дешево стоит у Васильки. И мне безумно нравится качество. Мы пользуемся всей семьей этими полотенцами. И я не нарадуюсь, девчонки. Дешево и сердито. 285 рублей. Цвет мятный. Так, плотность 380 грамм на метр, да? На квадратный, наверное. Так, размер 70 на 140. 285 рублей полотенца. Вот оно. Полотенце необыкновенное. И после стирки они очень мягкие. Но единственный нюанс, девчонки, кто еще не знает, я сама до недавнего времени не знала. То есть нам сначала нужно постирать полотенце с кондиционером, да? А потом только им пользоваться. Не пользуемся им сначала, да? Вот так оно выглядит. Большое полотенце 70 на 140. Прелесть. И одно маленькое взяла для лица, для ручек, белое. Так, белое у нас 40 на 70. Плотность уже побольше. А, Туркменистан. Вот сейчас сравним с вами белое. У меня Туркменистан 70 на 40 и 91 рубль. То есть оно должно быть потолще, да? Так. Ну да, оно чуть-чуть потолще, но я бы не сказала, что разница сильная. Обычно вот такое беленькое полотенце для лица, да? Это уже Туркменистан. У них есть небольшая разница. Они чуть-чуть поплотнее Узбекистана и Туркменистан. И на Туркменистан, девчонки, цена повыше получается, если вот большие полотенца брать, да? А вот это маленькое 91 рубль. Ну, вообще, просто копейки. Я даже не знала, что у Васильки есть декоративные подушечки в кроватку. Чему была несказанно рада. Девчонки, они безумно милые. Так, подушка премиум кроха со звездами и мамина кроха. Они там все в одном стиле выполнены. И можно из этих подушек даже собрать бортик, да? Так, 324, не очень бюджетно получается, да? 324 рубля одна подушка. Я заказала две. Мне очень было интересно на пробу посмотреть. Смотрите, какие они милые. А сзади принт. Принт, к сожалению, выбрать нельзя. Он вот какой приходит, такой приходит. Но, в принципе, все в одном стиле, в таком коричнево-бежевом. И подушки достаточно плотные. Очень симпатичные. Я Вам прям покажу, потом в кроватку поставлю, как это будет все смотреться. Это хлопок. А наполнитель у нас, девчонки, а какой у нас наполнитель? На подушке этикетки нет. И накладной тоже нет. На сайте я Вам постараюсь. Если на момент выхода видео будут все эти товары в наличии, я Вам ссылку на каждый товар под видео оставлю. Смотрите, какая прелесть. Здесь вот такой вот зайка тянется к звездам. Они очень приятны на ощупь. Вот такой толщины. И сзади вот такой принт. Красивые подушечки. И вторая у нас с Вами. А, вот декоративная подушка мамина кроха. И все. Рисунок можно выбирать. А вот принт, который сзади, на подушке, к сожалению, нельзя. И здесь зайка с мамой обнимается. Тоже звездочки. Очень приятная ткань. Вот так сзади. Тоже такая плотненькая. Красивая, милая подушка. Ты хочешь подправить, да? Да. Поехали дальше. Дальше девчонки заказала носки. Вот такие вот. 210 рублей стоит упаковка из 5 штук. Они укорочены. Такие, видите, под кроссовочки сделаны. С вешалочкой. Все прям культурненько. Размер 36-41. Вскрыла. Так. И вот как они выглядят. Да, такие под кроссовочки разных цветов. Серый, белый, синий, черный и красный. Но смотря под какую обувь, да? Но они коротенькие. И это очень хорошо и удобно. Так, изнутри, как обычно, ниточки здесь есть, потому что рисунок у нас с вами прошит. Да? Так, хорошенькие, хорошие носочки. Носочки всегда расходуются быстро, быстро приходят в негодность. Поэтому их никогда не бывает много. Дальше, девчонки, вот такой вот костюм для дочери. 490 рублей он стоит. Здесь написано так же, как и на нашем предыдущей тунике. Детка, это просто космос в одном стиле. 152 размер я взяла, потому что хлопок дает усадку. И всегда мы трикотаж ивановский берем побольше. Здесь шорты и футболка. Домашний костюмчик, очень симпатичный. У нас уже туника есть вот такая один в один, да? Вы видели, может быть. И вот теперь вот такой костюмчик. Детка, ты просто космос. И вот такие коротенькие шорты. Пижамка, потому что сейчас уже дома тепло. И в шортиках спать самое оно очень красиво. Костюм. Держите, пожалуйста, дамы на примерку. Дамы уже в моих носках. Понравилось? Да? Я себе хотела. Себе хотела. Вот, все. Носки у меня уже забрали. Поехали дальше. А дальше девчонки мимимишности. Здесь у меня пеленочки. И всякие малышковые бозики. Так, первая пеленка бязь. Пеленка бязь. 89 рублей. Взяла на пробу. Потому что я, в принципе, плохо себе представляю. Точнее, плохо помню. Вот эти все моменты пеленания. Это было давно. Какие у меня тогда были пеленки и так далее. Вообще, мне кажется, сейчас больше не то, что в моду вошло, а все рекомендуют свободное пеленание. То есть можно коконы покупать. Да, это гораздо удобнее. Вот просто ребеночка застегнул на ночь. Как бы он ручки там не вытащил, ничего. Но все равно пеленочки взяла. Мало ли пригодятся. Вот эта бязевая, да, стоит копейки. Расцветочка очень симпатичная. Для девочек написано. И взяла еще пеленку муслиновую. Она гораздо дороже. На порядок дороже. Мне очень... Что-то я делаю. Ага. И мне очень интересно вот их сравнить. Почему муслиновые пеленки дороже, чем вообще они отличаются. Вот как выглядит бязевая пеленочка. Такая симпатичная расцветка. Большая. Тоненькая. Мы родимся к лету. Нам такие плотные вещички. И пеленки, в принципе, нет. Не нужны. И другая пеленка, девчонки, это муслиновая. Она уже стоит, по-моему, 300 с чем-то. Сейчас найду. Нет, 233. Ну, практически в три раза дороже. Муслин. Что такое муслин? Кто знает, девчонки, почему они дороже пеленки, напишите, пожалуйста. Ага. Это уже такая более приятная ткань. Если бязь немножко грубоватая, здесь интересно. У меня, мне кажется, Ксюши не было таких пеленок муслиновых. Она больше, мне кажется, по размеру. Прям большая. Это я вам изнанку сейчас показываю. Нарисованы здесь зайчики. Вот такая она большая. Очень интересная ткань. Очень мягкая и нежная. На ощупь прям вот приятно касаться. Да, муслиновые пеленочки все-таки гораздо приятнее. Гораздо. Так, дальше. Целый пакетик малышковых вещей. Я такие беру, пока, знаете, унисекс. То есть, а вдруг на третью зиму еще не сходили, да, поэтому, чтобы подходило всем. Первая прелесть. Это вот такой вот бодик. Тебе нравится? Угу. Мне тоже, слушай. 62 размер, темно-бежевый состав, стопроцентный хлопок. Сейчас посмотрим по цене. 307 рублей этот бодик. Ну, прелесть. Он не на кнопках, внизу только кнопочки, вверху кнопок нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Здесь есть... Что это? А, это обманка. Как будто карманчик, но так на самом деле ничего нет. Внизу кнопочки, вот здесь между ножек. Сколько? Две. Ну, прелестный. Ну, просто прелесть. Так, дальше. Футболка. А, ну это уже девчачья. Я просто не смогла, девчонки, пройти мимо, потому что нас папа Ксюша все время так называл, киндер-сюрприз. И поэтому мы взяли вот такой вот бодик. Этикетка. Киндер-сюрприз. Даже если будет мальчик, все равно оденем, да? Так, и киндер-сюрприз у нас сколько стоит? Так, кремовый 307, розовый, это розовый получается или нет? Сейчас по артикулу 460. Да, 298 рублей стоит вот этот прелесть. Здесь уже кнопки есть вверху и четыре кнопки между ножек. Вот такая вот, девчонки, прелесть. Киндер-сюрприз. 62 размер тоже. Кит. Кит что? Диас-кит. Ну классный, классный, миленький, симпатичный. Сзади просто белый. Много в Васильке детских вещей. Там есть на что залипнуть на самом деле. Так, дальше. У нас будет ребенок киндер-сюрприз. Будет обязательно. Еще один водик. Вот такая вот прелесть тоже. Малюсенький прям совсем. И здесь у нас уже по бокам кнопочки. Так, это артикул 1013. Это у нас что, девчонки? Так, 1013 307 рублей. Рост 62 тоже. Бонита Китс. Этикеточка. Вот так выглядит. И вот так выглядит сам водик. Ну, прелесть. Просто прелесть. Вот так сзади. Одежда для малыша прелесть, конечно. Конечно, прелесть. Невозможно. И еще у нас есть футболочка. В виде совушки. С совушкой, да. А какая же она маленькая, господи, девочки. Совсем маленькая. Совсем малюсенькая. Как моя ладошечка практически. Как две. Вот такая вот красивая футболочка с соломышкой. Она, кстати, такая приятная, легкая, прям на жару. Стопроцентный хлопок, тоже 62 размер, цвет серый, артикул 456. Так, где у нас футболочка? Боди, комбинезон, боди. А, вот футболка. Футболка 193 рубля. Вот эта стоит, девчонки. Красивая. Просто прелесть. Да. Сзади просто серенькая. Без шортиков, просто футболочка. Футболочка, да. Памперсы, футболочка. Лето, жара, тепло. Так, дальше. Мужской свитшот. Взяла мужу, придет с работы. Мы с вами померим все обязательно тоже. Если он будет стесняться. Он будет стесняться. Он всегда стесняется. Вот такой вот свитшотик. Обычный серенький. В 58-м, по-моему, размере. У него 52-й размер. 50-52, я бы даже сказала. Вот. Но я беру вот так вот свободно, потому что свитшот, он по логике должен быть свободным. И, во-вторых, всегда хлопок дает усадочку. Тут что-то у нас написано на рукаве, да? А на втором рукаве вот такие вот полоски. Это набитые. Это знаете, как прорезиненные. То есть, возможно, со временем будет трескаться, но я не думаю. Манжет вверху и внизу. Свитшот мужской. Называется Аргумент. 58-й размер. Вот на футболе свитшоте. Так, держи. И последнее, что осталось, это костюм. Так, сейчас в целом скажу вам свитшотом. Так, свитшот 657. И костюмчик сейчас мой будет. Где мой костюмчик? Костюм женский, тандем, 714 рублей. Очень привлекательная цена. Увидела в Инстаграм. В Васильке вот этот костюм. И мне тоже очень захотелось, девчонки. Я ссылку на Инстаграм Василька тоже оставлю. Они там всегда публикуют новинки. А новинок сейчас много. Вот только буквально сегодня смотрела. Залипло прям детские такие наборы полотенчиков. Для купания вместе с тапочками, шапочками. Ну, прелесть. Много новинок, молодцы. В 60-м размере я себе сейчас беру иванские трикотаж, чтобы и с животикю было свободно. И вообще. Он такой однотонный. По-моему, в свете хаки он был на сайте. И вот в таком вот малиновом. Бордовом малиновом, да. И 700 рублей для такого костюмчика. Это просто прелесть. Обычные брючки. С кармашками даже, девчонки. Даже с кармашками. Это штанишки. Да, штанишки внизу с резиночкой. И еще кофточка тоже. Я сейчас померю, покажу. И кофточка тоже. Да, и кофточка с коротким рукавом и с капюшончиком. Вот такая кофточка. Вот здесь капюшон. Короткий рукав. И внизу тоже у нас, видите, манжета. И вот такой вот капюшончик. Очень тонкая ткань. Будет дышащим. Прямо вот на лето. Мне кажется, самое оно. Сейчас померю и вам покажу. Вот он костюмчик. Шортики. И в носках моих уже. Да? И в моих носочках. Кстати, кармашки есть в шортах. Ты видела? Нет, вот они туда. Да. Кармашки задом повернись. Вот такая пижамка. Класс. Это 152. У нас рост где-то 128-129. Имейте в виду. Вот. Все, красотка, поворачивайтесь. Молодец. Молодец. Так, девчонки. Вот мой малиновый костюмчик. Просто прелесть. Не обтягивает животик. Просто прекрасно. Резинка на штанишках мягенькая. Рука в той длины, которой нужно. То есть скрывать будет, если недостатки какие-то есть на ручках и так далее. Капюшон очень красиво лежит, смотрится. И он сам по себе такой объемный. Но больше выполняет, мне кажется, декоративную такую миссию. Вот так можно положить, как нравится. И, в принципе, по размерчику я очень довольна. Сейчас покажу вам низ. Так. Штанишки. Вот штанишки. Карманчики глубокие. Очень глубокие. Почти до колен. И вот так все это дело выглядит. Резинка у меня вот здесь. Здесь она не давит на живот. Все свободненько. Все хорошо. Очень тонкий костюмчик. Прям такой дышащий. К телу безумно приятный. Не зря я его взяла. Прям он мне так на модели понравился. Как он очень хорошо смотрится. Я прям рада. Ничего лишнего. Просто вот такой вот костюмчик. Выйти погулять на улицу. Замечательно. Так. Еще, девчонки, я вам не показала. Я взяла еще ночнушку. Так. Ночнушка, ночнушка. Сколько она у нас стоит. Женская сорочка. 443 рубля. Хлопок стопроцентный. Размер тоже 60. Сейчас покажу и померяю. Так. Василек всегда клеит этикеточки. Прям на вещи. Но они легко снимаются. И все в этом плане нормально. Тоже очень понравилось, как сидит на модели. Вот такая без рукавчиков. Здесь какой-то принт должен быть. Я помню, да. Кто здесь нарисован, девчонки? Кто это? Господи, лама. Точно. You are amazing. Ну, прикольно. Такие пуговички красивые. Спереди. Это 60-й размер. Сейчас померяю на себя вам покажу. Ну, вот, девчонки, ночнушка сидит очень хорошо. Тут в груди еще есть запас такой. То есть на большую грудь вполне себе будет хорошо смотреться. Длина ниже колен. Прям вот ниже колен. Все комфортно. Все как бы хорошо, замечательно. К телу приятная такая легенькая. Как будто даже какая-то вот часть вискоза здесь есть. Да, не просто хлопок. Такая мягенькая, гладенькая ткань. Очень приятная. Выглядит свершот. Ну, как раз. Вот 58-й размер. Очень хорошо сел на 52-й. Отличненько. Все, поворачивайся. Классно, красота. Выглядит, девчонки, плед. Он для кроватки даже большой. Я его почти пополам свернула. Но очень мягкий, классный прям. И вот так вот смотрятся подушечки. То есть, если, допустим, на круглую кроватку собирать как бортики, то их нужно, наверное, будет штук 8. То есть, если целиком по периметру. А так вот можно как какой-то элемент, допустим, здесь косичку положить. И вот так вот две подушечки. Очень мило. Но если делать как бортики, то, конечно, тут нужно будет самим пришивать застежки, завязки. Наволочки у нас, кстати, смотрите, на молнии. То есть, мы можем их стирать с вами, потом снимать. Это очень удобно. Вот с другой стороны, с обратной, как смотрится. Мне кажется, так по цвету гармонично, с пледом прям очень даже ничего. Ну вот и все, мой хороший. Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Все ссылочки на Василек, на каждую вещь я оставлю под видео, на их инстаграм. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Мы с вами прощаемся. До следующих роликов. Всех любим, целуем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.